Рыба-боец Услышав эти два слова, невольно в голове появляется образ рыбки-петушка. Как странно, матушка природа всё устроила. Казалось бы, такой шикарный наряд, такие насыщенные цвета. И лишь агрессивный характер не даёт назвать эту рыбу ангельской. Возможно, природа устроена именно так, для того, чтобы мы не отвлекались на других рыб, любуясь этим чудом. Или в аквариуме, где будет находиться десяток-другой настолько красивых рыб, нельзя будет оценить истинную красоту петушка. Так как яркость окраса будет рассеяна по всему аквариуму. Но как бы там ни было, мир меняется. И уже сегодня есть случаи, когда в одном аквариуме содержат двух и более петушков, а агрессия при этом не наблюдается. Но об этом мы ещё поговорим в других видео. А сейчас хочется посмотреть на разнообразие видов петушков. Прежде чем мы начнём, уточню, что новые виды могут появиться в любой момент и даже сейчас, пока вы смотрите это видео. Поэтому разберём самых популярных петушков, которые часто встречаются в зоомагазинах и аквасалонах. Название петушков в побольше своей части зависит от внешнего вида хвоста. В общем, вы сейчас всё увидите сами. Петушок полумесяц. Также часто встречается название полулунный. Обычно у этих рыб окрас хвоста всегда ярче тела. При этом в большинстве случаев полулунный петушок имеет два цвета. Но самое важное отличие в хвостовом плавнике. Он очень большой, а его лучи образуют развернутый угол в 180 градусов. Помимо хвоста, петушок полумесяц красив и может похвастаться всеми остальными своими плавниками. Существует и рыбка, которую называют полусолнце. Это искусственно выведенные петушки с помощью скрещивания двух совершенно разных видов. Как видите сами, полусолнце очень похож на полумесяц. Разница лишь в том, что края хвоста напоминают лучи, которые эта рыба получила от коронахвостого петушка. Петушок коронахвостый. Один из самых распространенных петушков. Несложно догадаться, почему его называют коронахвостый. Ведь его хвост действительно напоминает корону. Но она бывает разной. Лучи короны могут быть скрещены, двойные или вовсе одинарными. Еще один из самых простых и распространенных петушков называется вуалихвостый. Название говорит так же само за себя. Отличается от других своих собратьев большим вуалевым хвостом, который в спокойном состоянии немного свисает. Следующий петушок называется двухвостым. Его хвостовой плавник разделен на две части у основания. Во время плавания по аквариуму можно и не заметить этого раздвоения. Но стоит рыбе немного встрепенуться и хвост этого петушка будет чем-то напоминать бабочку. Петушок перехвост. Края хвостового плавника напоминают края перьев. Выглядит это очень необычно. Но встречаются эти рыбки не часто. Круглохвостый петушок. Иногда можно встретить название короткохвостый. Однажды встретил название бойцовский петушок. Именно этот петушок ближе всех по своему виду напоминает своих диких собратьев. Поговаривают, что именно среди этих петушков проводятся бои на деньги. Существует еще один вид петушков очень схожий с круглохвостым. Все плавники, кроме хвостового, с ним схожи. Но хвост напоминает копье или перо. Но называется он кистье-хвостым. Давайте вернемся к пышным плавникам. Рыбка-петушок разохвост. Имеет очень необычные плавники, напоминающие вуаль. Лучи на плавниках переплетены так, что образуют складки. Выглядит такой петушок просто шикарно. Но и встретить его в продаже непросто. Особенно в маленьких городах. А вот петушка, который называется Дельта, найти несложно. Название получил за свою треугольную форму и схожесть с буквой Дельта. Это тот самый петушок, который является стандартным образцом петушков в целом. Существует еще один петушок, схожим названием Супер Дельта. Отличается от своего собрата более длинными и вытянутыми плавниками. Встречается в продаже часто. Крайние лучи хвостового плавника у Супер Дельта создают угол до 180 градусов. Петушок-плакат. Есть также плакатные коронохвостые. Рыба интересная тем, что ширина его хвостового плавника превышает его длину. Выведена с помощью селекции круглохвостых бойцовых петушков. Гребнехвостый петушок. Хвостовой плавник напоминает гребень, расческу. Отсюда и название этого петушка. Концы лучей на плавниках уходят далеко от самой мембраны. Гигантский петушок. Иногда его называют королевский петушок. На данный момент самый крупный представитель петушков. Его размер достигает 8 сантиметров. Хвостовой плавник у них бывает разный, но размер остается неизменным. Еще один популярнейший петушок, название которому дракон. Отличительной чертой этих петушков массивное тело и жесткая чешуя, которую часто сравнивают с кольчугой. При этом окрас и форма плавников у этих петушков может быть абсолютно разной. Последний популярный вид петушков называется слоновье ухо. В редких случаях можно встретить название дамба. А других разновидностей петушков его отличительной особенностью являются большие околожаберные плавники, которые представляют собой необычный внешний вид и сравниваются с ушами слона. На сегодняшний день этот вид становится все более распространенным и популярным. И найти его на зоорынке не представляет большого труда. Субтитры создавал DimaTorzok На этом список распространенных петушков закончился. Но впереди вас ждет еще много интересных и познавательных видео на канале Пар. А для того, чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok